Перед матчем мы рассчитывали на победу, все шло к этой победе, но последние пять игр мы пропускаем исключительно со стандартов. То есть это какая-то наша беда в последнее время, хотя мы работаем над этим и на тренировках постоянно. Не хватает концентрации, видимо придется что-то менять при игре в обороне, при стандартах, потому что мы много пропускаем со стандартов и из-за этого имеем такой результат. И в конкретном сегодняшнем матче тоже. Вообще игра начали неплохо, в момент создали, пенальти один заработали, пенальти другой заработали, потом успокоились почему-то. Успокоились и за это тут же поплатились пропущенным голом. После этого опять вроде как перехватили инициативу, начали играть. После перерыва появился Васильев Артем на поле, он очень сильно оживил игру, забили гол, хороший гол забили и опять получается, ну, стали оберегать эту победу. Оберегали, оберегали, не уберегли. Ну и конечно тот момент, который Артем Васильев не забил в пустые ворота, ну, это могло быть как бы, это мог закрыть игру, то есть 3-1 уже в Белшине было бы, было бы тяжело отыграться. Ну, не забил, не забиваешь ты, получаешь, получаешь в свои. Вот такой краткий итог. Хорошая боевая игра, конечно, Минск, да, надо дать, что Минск имел преимущество территориальное, но по моментам, концовку, да, Невальда тоже выпускает хороший момент, могли, конечно, матч вытащить и дойти до победы. Ну, рады в данной ситуации, да, рады ничьи, очки нужны нам, ребята меняются немножко и по характеру, будем дальше работать, я думаю, победы будут. На данный момент я исполняю обязанности и буквально во вторник группа игроков уже прибывает в наше расположение. С некоторыми мы уже, к сожалению, конечно, мы расстались, но расстались в силу не того, что игроки не помогали нам, как говорится, в процессе, а в плане того, что ребята молодые и если в первом круге как бы не получилось им дать шанс зарекомендовать себя некоторым, то посчитали, что лучше на второй круг ребятам дать шанс уйти в какие-то клубы, где у них будет игровая практика. Спасибо.